Здравствуйте, в эфире выпуск новостей в студии Наталья Пономаренко. В субботний день в городе не обошлось без происшествий. Двое лихачей на БМВ протаранили шесть автомобилей возле центрального универмага. Столкновение было настолько сильным, что оба мужчина вылетели из автомобиля. Подробности в нашем репортаже. Как рассказывают потерпевшие свидетели аварии, ДТП произошло около часа дня. На углу Малой Арнаутской и Пушкинской водители ожидали зеленого сигнала светофора. И вдруг на огромной скорости в них врезался БМВ-кабриолет. Очевидцы говорят, в иномарке было двое парней. Она мчалась со стороны Преображенской, пролетела на Красный через Решильевскую. Напротив ЦУМа автомобиль подбросила, развернула, и он протаранил шесть машин, а затем врезался в столб. У БМВ вырвало переднюю подвеску, а его пассажиров выбросило на проезжую часть. Люди, находившиеся в поврежденных автомобилях, не пострадали, но все очень напуганы. В одной из машин был ребенок. Уже нет сил не говорить ничего. Уже всем у нас, да, мы все сидим на таких эмоциях, что это все нервы. Андрей Балан приехал на своем автомобиле в Одессу из Молдавии. Теперь мужчина сомневается, что его джип можно отремонтировать. Ведь он принял на себя главный удар. Мы стояли, все стояли на смехуле. Все стояли. И в зеркало заметил БМВ, который летел от удара, летел и упал на мою машину. По словам очевидцев, виновников этой масштабной аварии водителя и пассажира БМВ увезла скорая помощь одного без сознания, второго со сломанной ногой. Завершилась неделя пребывания в Одессе судей США. Визит официальной делегации в Южную Пальмиру стал возможным благодаря программе по обмену опытом «Открытый мир». Она работает в Украине с 2003 года. За это время сотни молодых украинских лидеров в разных сферах побывали в США, изучая, как работает та или иная отрасль в Америке. В июле 2011 года пять судей из Одессы отправились в город по братьям Балтимор. Год спустя американские коллеги нанесли ответный визит. Наверное, самый успешный пример обмена опытом в рамках программы «Открытый мир» и установления партнерства сейчас перед вами. Эта группа из Мэрилэнда приехала встретиться со своими коллегами после визита одесситов в США. В Одессе для американских гостей организовали насыщенную программу, которая соответствует целям и задачам проекта «Открытый мир». Судьи ознакомились с работой украинских судов, побывали на реальном судебном заседании, участвовали в дискуссиях по верховенству права и судебной этике. Все судьи, которых мы принимали в Балтиморе, оказали нам очень радушный прием здесь, в Одессе. Главная цель этой поездки – поделиться идеями и американским опытом с украинскими коллегами в сфере судопроизводства. Главный принцип американской системы правосудия – независимость судов и судей. Члены американской делегации ознакомились с работой пенитенциарной системы. Для них провели экскурсию в женском исправительном учреждении и в доме ребенка при колонии. Они сегодня приехали. Мне приятно, что они сегодня увидят у нас. Они увидели, как мы работаем, какое у нас помещение, какие у нас кабинеты. И сегодня увидят одну из колоний и откроем им глаза, что у нас не так, как они думают о нас. Я не знала, что ожидать. Первый раз я в подобном учреждении. Но все, что я увидела – достаточно современное здание. И, скажем так, у меня более положительные впечатления, чем даже я могла предположить. Судьи из США заглянули и в аудиторию Института внутренних дел. Посмотрели, как готовят будущих милиционеров и не только за партами, а и в спортзале на уроке рукопашного боя. Мы увидели прекрасных студентов, которые прошли маршем перед нами. И смотрели, как они учатся в стрельбе. А наш прокурор Джон Маккарти тоже провел великолепную сессию стрельбы в тире Института и оказался замечательным стрелком. В рамках культурной программы гости из США посмотрели главные достопримечательности Одессы – мемориал 411 батареи и музей Института внутренних дел. В субботу Одесса отметила День Европы. В Горсаду представители разных европейских стран презентовали национальные традиции, культуру и кухню. Отметить День Европы в Горсад пришли несколько сотен одесситов. Празднования, как всегда, начинаются с официальных речей. Украина и Европа – это одно целое. И я думаю, что это не за горами. Те времена, когда действительно Украина станет полноправным членом европейского сообщества. С праздником вас! Одесса открыта для всех. В городе есть 9 генеральных и 6 почетных консульств. Работает представительство МИДа и миссия ЕС по приграничной помощи Украине и Молдове. Больше дипломатических представительств только в Киеве. Мы имеем мощный инструмент для развития международного сотрудничества. И мы его развиваем. У нас очень тесные связи со многими городами на разных континентах. Эти связи побратимские, эти связи партнерские. На сцене выступают детские творческие коллективы из разных стран. У палаток одесситы приобщаются к европейской культуре и кухне. Еда горожанам явно интереснее. Больше всего народу толпится там, где угощают. Под грузинский шашлык, местное вино и даже лимонад с боржоми разлетаются на ура. Рядом грузины рассказывают о своих реформах и приглашают в гости. Представляем те реформы, которые проводятся в Грузии. Очень извинили нас Грузия с тех пор, как расплазил Советский Союз. Те люди, которые уже побывали в Грузии до этого, когда сейчас ездят, они не узнают Грузию. Поэтому рассказывать очень многое. Нужно рассказывать, поэтому это нужно увидеть. 24 мая в нашем городе состоится День славянской письменности. Инициатором выступило генконсульство Болгарии в Одессе. В программе множество самых разных мероприятий, которые будут интересны и студентам, и пенсионерам, говорят организаторы. Пройдут праздничный концерт и кинофестиваль. В рамках проекта открыли фотовыставку «Сокровище Хана Кубрата». Специалисты рассказывают, 100 лет назад, в 1912 году, пастухи Полтавской губернии нашли в дюнах множество золотых и серебряных монет, а также драгоценных изделий. Они оказались сокровищами Хана Кубрата, первого хана Великой Болгарии. Все найденное доставили в Эрмитаж. Фотографии находок теперь можно посмотреть и в Одессе, в Болгарском культурном центре. Ко дню славянской письменности запланированы и другие мероприятия. Среди них крестный ход от Свято-Ильинского монастыря до Соборной площади, фестиваль современного болгарского кино, а также праздничный концерт на Дерибасовской, в котором выступят народные коллективы нашего города. 20 мая Одесса отметит День памяти людей, погибших от СПИДа. В воскресенье в горсаду соберутся люди с синдромом приобретенного иммунодефицита. Их родственники, друзья и просто неравнодушные горожане. Специалисты говорят, в последние годы болезнь вышла за рамки узкого круга уязвимых ВИЧ-группы и стала проблемой всего населения. Времена, когда болезнью чаще всего заражались наркоманы через нестерильные шприцы, ушли в прошлое. В группе риска все люди, рассказывают представители общественных организаций, которые борются со СПИДом. По меньшей мере 7 тысяч одесситов ВИЧ-инфицированы. Иными словами, заражен примерно один из 140 одесситов. Только за минувший год их стало на тысячу больше. 20 мая, в День памяти людей, погибших от СПИДа, их родственники и друзья соберутся в горсаду. Там выступят детские ансабли и рок-группы. Волонтеры будут собирать вещи и деньги для больных с ПИДом. А все желающие смогут бесплатно провериться и узнать больше о болезни. Каждый год в Украине 18 тысяч человек умирают от гепатита. Специалисты говорят, болезнь выявить трудно, на ранних стадиях она протекает незаметно. А когда дает о себе знать, больному человеку не всегда можно помочь. Как победить гепатит, одесские врачи обсуждали на конференции, посвященной Международному дню борьбы с этой болезнью. Даже самый опасный вирусный гепатит С сегодня не приговор. Фармакологические разработки последнего десятилетия позволяют не только лечить это заболевание, но и гарантировать пациенту, что гепатит не приведет в будущем циррозу или раку печени. Главная беда в том, что эту болезнь очень трудно обнаружить. Из-за особенностей незаметного течения гепатита 90% больных даже не догадываются про минус замедленного действия в собственном организме. По статистике, гепатит входит в десятку наиболее опасных болезней в мире. По последним данным, Министерство здравоохранения Украина по темпам распространения вирусных гепатитов занимает первое место в Европе. Сейчас более актуальны парентеральные гепатиты, в частности гепатит В и гепатит С. Эти вирусы передаются через кровь и половым путем. Конечно, это большой риск инфицирования. Чаще всего гепатитом заражаются через нестерильные медицинские инструменты, но иногда небезопасными оказываются даже элементарные предметы личной гигиены. На сегодняшний день, отмечают участники конференции, основная проблема заключается в том, что в нашей стране нет государственной программы профилактики заболеваний и лечения больных. Доступ к квалифицированной помощи остается проблемой тех, кому поставили диагноз. Лечение этого заболевания в год стоит около 20 тысяч долларов. 19 мая исполняется 7 лет со дня основания немецкого приюта защиты и помощи бездомным животным. В честь этого праздника в субботу в учреждении был организован День открытых дверей. Я думаю, сегодня не надо каких-то торжественных речей. Сегодня мы будем просто праздновать. И сейчас мы начнем наш праздник. Шутки, смех, веселье, задорная музыка и забавные клоуны. Неудивительно, ведь в День открытых дверей в немецком приюте для бездомных животных основные гости – это дети. Воспитанники детских домов, волонтеры и просто неравнодушные одесситы за своими семьями сегодня в гостях у приюта. Мы приезжаем каждый год, деток нас приглашают. Все очень довольны, потому что здесь весело. Маленьких посетителей веселили клоуны. Давайте поздороваемся, давайте! Привет! На праздник приехали и гости с Теплодара, с которыми немецкий приют начал работать в этом году. Тварин, которые находятся в безпритульном месте Теплодар, направляются в притулок, проводится стерилизация их и снова повертаются эти тварины на место, где они были. Взять с улицы животное, стерилизовать его и вернуть обратное – схема, по которой вот уже 7 лет работает приют. Это самый гуманный способ естественного сокращения популяции бродячих животных в городе, говорят специалисты. За время работы учреждения через него прошли 35 тысяч животных. То есть это те животные, которые прошли лечение, которые получили прививки, которые были стерилизованные. То есть вы можете представить, насколько меньше стало животных в нашем городе, если учесть, сколько от этих 35 тысяч могло появиться потомство. Коллектив приюта небольшой, но здесь работают только те, кто очень любит этот непростой труд. Только те, кто бесконечно любит животных. Если человек не любит животных, не чувствует их своим сердцем, он не сможет здесь работать, потому что работа очень специфическая. Заведующий ветеринарной клиникой приюта Валерий Знамировский переживает за каждого из своих пациентов. Эту собаку с переломанной лапой нашли и привезли в приют неравнодушные горожане. Травма такого рода. Как обычно, машины зацепили и срезали часть кожи. Собака не просто добрая, это одна доброта. Вообще удивительно, как на улице такая собака живет и в то же время выживает, потому что зачастую у нас люди не все такие добрые. А эта куча мала состоит из абсолютно здоровых щенят. Десять маленьких существ дрожат, страх ожмутся плотнее друг к другу, виляют крохотными хвостами и прячут носы. В приюте они недавно. Это где-то месячный возраст у них. Это целые выводы к нам привезли. Коты и собаки, маленькие и побольше. Питомцы приюта все до одного верят в доброту человека и верят в то, что они тоже нужны кому-то из нас. А значит, рано или поздно они обретут свою семью. Люди знают, что если они придут взять у нас животное, они получат здоровое животное, привитое и стерилизованное. А это очень важно. Для гостей приюта провели экскурсию. Довольны остались все. Детишки с восторгом знакомились с местными обитателями, а взрослые радовались, глядя на их довольные лица. А кто тут? Тут никого нет. А там кто? Можно посмотреть? Маленькая, какая олегантка. Ой, какая красавица. Смотри, как она с достоинством смотрит. Ой, здесь еще черный есть. Ой, какая хорошая. Малышка. Но самыми счастливыми в этот день, несомненно, были животные. Ведь каждая минута человеческого внимания для них дороже золота. Скоро в Одесском зоопарке можно будет не только пообщаться с живой природой, но и посмотреть фильмы. На следующей неделе там откроется 3D-кинотеатр. На примере покажут ленту «Морские динозавры. Путешествия в доисторический мир». В будущем в зоопарке обещают показывать также документальные фильмы, снятые одесскими зоологами. Зрители нового кинотеатра смогут увидеть научно-фантастические документальные и художественные фильмы, посвященные жизни самых разных представителей царства животных. Часть из них будут брать из широкого кинопроката. Часть будут снимать сами сотрудники зоопарка. Первый фильм, который здесь покажут, называется «Морские динозавры. Путешествия в доисторический мир». Эта кинолента переносит зрителя на 200 миллионов лет назад. В опасном путешествии навстречу повелителям океана знаменитого юрского периода – гигантским морским динозаврам. Кинотеатр Одесского зоопарка почти готов к открытию. В зрительном зале уже закончился ремонт. Все оборудование установлено и настроено. Видеосалон умещает всего 30 зрителей, поэтому в летнее время фильмы будут демонстрироваться здесь каждый час. Взгляд, жест, поза и два уловимые движения тела обнажают человека неизмеримо больше, чем это могут сделать слова, говорил Гедрис Мацкевичус. Этот легендарный человек – основоположник нового сценического искусства пластической драмы. 18 мая театральному режиссеру исполнилось бы 67 лет. В память о нем на сцене Украинского театра студенты Московского международного славянского института показали зрителям возрожденную версию рок-оперы «Звезда и смерть» Хаакина Мурьеты, так как ее когда-то поставил режиссер Гедрис Мацкевичус. На премьере побывал наш корреспондент Алексей Новиков. Гедрис Мацкевичус сделал переворот в искусстве, говорили его современники. Он создал пластическую драму, где вместо слова актеры разговаривают со зрителем с помощью движений и жестов. На долгое время об этом человеке незаслуженно забыли. И только сейчас, уже после его смерти, постановки знаменитого режиссера вновь с аншлагом проходят на многих сценах мира. Совместное творчество связывало Гедриса Мацкевичуса с Одесским академическим украинским музыкально-драматическим театром имени Василя Василько. Одна из его последних режиссерских работ – спектакль «Принцесса Брамбилла». Мастер поставил его в Украинском театре в 2001 году. Коллектив театра выступил и инициатором показа рок-оперы «Звезда и смерть» Хаакина Мурьеты перед одесскими зрителями. Творческую инициативу поддержал интеллектуальный форум Алексея Казаченко. Общественный деятель София Шеренговая благодарит талантливых продолжателей «Дело великого мастера». Живые цветы от интеллектуального форума в знак признательности за возможность еще раз прикоснуться к неувидающему, чистому источнику вдохновения. Татьяна Борисова – ученица Гедриса Маскевичеса, хореограф. Именно под ее руководством осуществлялась подготовка к премьере на сцене Украинского театра. Она, как никто другой, понимает, какой смысл вкладывал режиссер в рок-оперу. Идея искренности, стремление к свободе, стилистика, при которой очень тяжело врать. Если за словами драматический артист может закрыться, здесь не закроешься, потому что иначе это сразу видно мгновенно. Мне кажется, что спектакли Гедриса, они вообще понятны всем. Не нужен ни языковой барьер, ни преодоление каких-то. Все понятно. Общечеловеческие проблемы и решения их одинаковые. О том, что постановка «Звезда и смерть» Хайкина Мурьетты была и остается близкой Одесситам, говорят и зрители. Здесь и те, кто на ней впервые, и те, кто помнят автора, который привез рок-оперу в наш город в 1977 году. Тогда, вспоминают театралы, режиссеру понадобилась поддержка одесских деятелей искусства, чтобы продать билеты на первый спектакль. Однако на всех последующих зал был переполнен. Забрали все билеты, вышли на Дерибасовскую, Преображенскую и продали им первый спектакль. На второй, ну дальше уже не надо было продавать, потому что зал был забит. Вообще атмосфера была потрясающая. Ощущение было такого праздника после этого спектакля, грусти какой-то. Ну, в общем, здорово было. Надеюсь, сейчас будет то же самое. Для студентов Московского международного славянского института спектакль «Звезда и смерть Хайкина Мурьетты» – дипломный проект. Им удалось уверенно его защитить и оправдать надежды одесского зрителя. Благодаря безграничной фантазии режиссера Гедриса Мацкевичеса на сцене воплощена вся жизнь главного героя. Первый акт, конечно, наверное, акт звезды в первую очередь, потому что у каждого человека всегда есть какая-то надежда, идея. Мы все живем с какой-то целью. Человек рождается и появляется жизнь, вот эта судьба, некий ангел-хранитель рядом. Но в то же время всегда рядом идет смерть. Человек рождается, и он в любом случае, наверное, когда-то умрет, поэтому смерть всегда ходит рядом. Смерть преследует человека только в течение жизни. А вот звезда продолжает светить, если человек достоин, и освещать путь его последователям вечно. В этом философский смысл притчи о звезде и смерти, рассказывают артисты. Для меня эта роль – это в первую очередь открытие внутри себя каких-то новых сторон, новых возможностей. Попробовала себя в новой интересной пластике, вообще в необычном образе, то есть не человека, а звезды. Звезды – существо, которое напрямую вроде бы не действует, но оно все время рядом с главным персонажем. Рок-опера «Звезда и смерть» Хайкина Мурьетты еще раз подтвердила, что все человеческие переживания, эмоции, чувства можно передать без слов. Зрители говорят, после просмотра появляется новое ощущение жизни. И самое главное – несмотря на смерть, продолжает гореть не угасая звезда великого режиссера Гедриса Мацкявичеса. Жемчужина у Черного моря Южная Пальмира – любимая по всему миру, воспетая в стихах и песнях наша родная Одесса. Старые уголки города влекут десятки тысяч туристов. Архитектурные памятники, да и просто живописные дворики, прибрежные склоны и море. Неповторимый колорит этих мест не раз вдохновлял на творчество поэтов и художников. «Город-сказка» – выставка с таким названием открылась в городе в эти дни. Маститые одесские живописцы и графики изобразили каждый свою Одессу. На вернисаже побывала Ольга Целоусова. «Одесский поэт пишет, здесь каштаны цветут и ласкает прибой, здесь стихи сложены и написаны пьесы. Эта смерть я своей не расстану с тобой, мой родной удивительный город Одесса. Одесские художники представили на суд зрителя удивительную выставку под названием «Город-сказка». Довольно знакомые пейзажи, наши родные одесские дворики и любимое Черное море». В вернисаже приняли участие 8 одесских мастеров. Среди них такие известные живописцы, как Вадим Целоусов, Геннадий Верещагин, Наталья Лоза и Виктория Целоусова. У каждого мастера свое видение Одессы, своя ретроспектива. «Одесса – уходящие склоны, которые давно уже срыли на фонтане, но это фонтанские склоны еще остались чуть-чуть. Оперный, военный спуск, кусочек моря, полдень, такое состояние очень интересное». Одесский оперный театр, полирояль, горсад, военный спуск, Воронцовский переулок, Приморский бульвар. Целостный портрет старого города на холстах мастеров. Палитра красок, умело соединенная воедино дает возможность живописцу передать весь сочный колорит южного города. Для известного художника Вадима Целоусова Одесса – не просто город, это жизнь, эпоха и творчество. «Одесса – это все, для меня это все, это начало и все остальное, что за началом следует. В Одессе я стал художником, в Одессе я занимаюсь своим делом». По словам искусствоведа Сергея Ильина, работы мастеров, представленные на выставке, действительно сказочные, они выполнены в разной манере, но дышат одним – любовью к городу. Живописцам удалось досконально передать вкус Одессы. «Получилась любопытная история. Получился портрет старого нашего города, представленный разными взглядами, разным видением, разным ощущением, но при этом их объединяет одно – большая любовь к нашему городу». «Мы любим Одессу». «Главная не победа, а участие». По таким девизам прошли любительские соревнования по жиму штанги лежа в фитнес-клубе «Затерянный мир». Любительские соревнования по жиму штанги лежа проводятся в фитнес-клубе «Затерянный мир» уже во второй раз. В прошлом году здесь разработали даже специальную систему скидок и поощрений для тех участников, кто сможет выжать больше 100 килограммов. Но спортсмены пришли на соревнования не ради дисконтов, а желая что-то доказать себе и окружающим. «Я в прошлый раз 120 было, сейчас 130, плюс 10 за полгода. Ну, как бы нормально считаю». «Тренируюсь уже более полугода. Начинал с килограмм так 70 и вот сегодня дошел до 100 килограмм». Несмотря на любительский статус соревнований, организованы они по всем правилам профессионального спорта. За работой штангистов на помосте следили специальные судьи из числа инструкторов клуба. Самому молодому участнику Никите Лагоди всего 12 лет. На прошлых соревнованиях он остановился на отметке 55 килограммов. Сегодня уже 75. Никита говорит, что к 16-летию обязательно покорит сотню. «Это нужное дело в первую очередь по поводу здоровья, для того, чтобы оно было. Во-вторых, уже там насчет формы, мышц и так далее. Но главное это все-таки здоровье. Остальной успех, популярность, девочки». Другой участник соревнований месяц назад отметил свое 50-летие. И несмотря на возраст, по-прежнему составляет конкуренцию молодым спортсменам. «Шаг! Шаг! 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 Шаг!» «Хочется ощущать вместе с молодыми. Как бы хочется. Это мы и не хочется. Так получается, что всегда с молодыми. И, как ни странно, друзья все молодые». Инструкторы «Затерянного мира» отмечают, подобные соревнования – лучший способ подстегнуть клиентов клуба к серьезным занятиям. «Глаза горят. Глаза у человека горят. Он просто-напросто, ну скажем так, у него появляется как-то какая-то, правильно сказать, мотивация». «Спортсмены начинают чаще посещать тренажерный зал. Серьезнее относятся к тренировкам. Прогрессируют. То есть это дает свои плоды. Сегодня, как мы увидели, некоторые спортсмены даже на 20 килограмм улучшили свой результат в жиме лежа за полгода. Это очень хороший результат». «Хочется ставить какие-то результаты, к чему-то стремиться». «Люди, идите, начинайте потихонечку, и вы добьете своих результатов». Любительские спортивные соревнования по жиму штанги лежа в фитнес-клубе «Затерянный мир» становятся традиционными. В дальнейшем инструкторы клуба планируют расширить список их участников и провести состязания между клиентами всех трех фитнес-центров высшей лиги. Веселые старты для необычных детей состоялись в нашем городе. В спортивных соревнованиях, приуроченных ко Дню семьи, приняли участие ребята с синдромом Дауна. Подробности в репортаже Анны Пашетко. Эстафеты, клоуны и, конечно, хорошее настроение. Так отпраздновали День семьи дети с синдромом Дауна. В соревнованиях приняли участие не только сами ребята, но и их родители, чтобы веселые старты получились по-настоящему семейными. Наша тренер, она проработала некоторые упражнения, с которыми детки обязательно справятся, так как они тренируются. Они будут состязаться, и мы задействуем обязательно родителей, потому что для них это будет очень интересно посмотреть, как их родители занимаются спортом. Андрею Стрелкову 13 лет. Он очень любит спорт, особенно футбол. Мальчик говорит, эти веселые соревнования ждал давно и очень рад, что участвует в них вместе с друзьями. Да, я умею участвовать, я умею в футболе, играть, в баскетбол. Я болею за себя и за нас, и за нашу победу. Такие праздники очень важны для семей, где воспитываются дети с ограниченными возможностями, рассказывают организаторы. Родители в таких семьях несут двойную нагрузку. Ведь помимо основного диагноза синдрома Дауна, у этих детей есть и много сопутствующих заболеваний, а средств на лечение зачастую не хватает. Помочь ребятам решили сотрудники Южной таможни. Они оплатили детям выздоровительный отдых в Орахте, куда ребята отправятся уже в июне. Мы хотим поблагодарить руководство Южной таможни за то, что они не отвернулись от нашей проблемы, за то, что они помогли нашим детям. Мы хотим поблагодарить всех сотрудников, которые приняли участие в этой акции. Несмотря на все проблемы со здоровьем, маленькие участники веселых стартов полны оптимизма. Родители детей говорят, такие совместные спортивные соревнования помогают их детям оставаться жизнерадостными и находить новых друзей. И это вся информация к этому часу. Я с вами прощаюсь. Впереди вас также ожидает прогноз погоды. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Продолжение следует...